друзья всем привет в инстаграме нашего канала я сделал публикацию где заявил что в скором времени будет сражение между моей mazda и 62 литра 150 сил черный волк и прямым конкурентом kia optima но я выбрал не 2 литра 2 и 4 дорестайлинговой версии почему спросите вы почему 2 и 4 они 2 на самом деле ведь честно же было сравнить два одинаковых мотора 150 сил 150 сил но и optima 2 литра реально очень дохлая машина это будет примерно то же самое как было у нас заезд с camry 2 литра то есть mazda 60 однозначно ведь вперед если кто-то сомневается милости просим московская область город ступино приезжайте я вам это докажу поэтому сегодня у нас будет кузов т.ф. выпускался с 2014 по 2016 год в шестнадцатом году появилось обновление и она выпускается по текущий день в чем разница кратненько сейчас скажем а что мы имеем 2 и 4 литра автомобиль 2015 года пробег у него здесь порядка 100 тысяч километров питается автомобиль 95 бензином у него 17 колеса что скрывается под капотом давайте посмотрим друзья но прежде чем мы откроем капот как вы думаете что сейчас будет маленькая рекламная пауза но только себя самого как вы знаете у нас оператором на носу свадьба кто не знает 8 августа 2018 года мы с ней официально распишемся саня я тебя люблю оператор наталья все нормально значит какая ситуация очень нужен фотограф и видеограф на эту дату естественно за пару недель для торжества я решил заняться организацией всего процесса поэтому друзья если вдруг у кого-то из вас есть опыт и вы умеете профессионально занимаетесь восьмое число у вас свободно в описании к этому видеоролику и оставляю все контакты с собой обязательно напишите помнить что уже буквально первую половину дня в 2 часа дня вы уже возможно пьяненький по эти домой в общем вся информация будет в описании под капотом у нас здесь скрывается двигатель 24 индексу не уйдет джей 4 кей джей это важно потому что бывает так что люди почему-то путают индексы там с одной буквой ну разные бывают и действительно мотор может быть двух литровый проблемный такое встречается помню когда мы снимали сонату там был по сути такой же двигатель многие сказали а проблемный нифига не проблемный то же самое как и здесь при должном обслуживании ничего с ним не будет тот владелец его обслуживание примерно раз 8-10 тысяч меняет масло пробег как я сказал 100 тысяч у автомобиля 180 лошадиных сил 231 крутящего момента работает этот двигатель в паре шестиступенчатой автоматической коробкой передач заправляет его исключительно 95 бензином заявленный разгон у данного мотора 9 с половиной секунд максимальная скорость 210 километров в час 2016 года появилась новая так скажем модель доработанная там по сути стоит такой же двигатель тоже доработанный там у него стал на 8 лошадей больше на 10 крутящего момента тоже больше разгон у него стал на 0,4 секунды тоже больше то есть 91 такой автомобиль к нам тоже хотел приехать посоревноваться посмотрите здесь 9 и 5 заявленный разгон у меня же заявленный разгон 10 и 5 у этого автомобиля очень большой вес 1620 килограмм в нашем же случае 1450 килограмм и кто забыл я заправляю его только 98 бензином и колеса мне стоят 19 на нашем автомобиле kia optimus стоят 17 колеса по сути я считаю то что у нас там ну ситуация будет плюс минус на равных потому что я лично считаю прямо убежден что мой автомобиль едет быстрее чем заявленные 10 и 5 плюс ко всему нас двое я и оператор но и водитель автомобиля весом примерно 120 килограмм высокий крепкий мужик поэтому посмотрим что из этого получится кстати очень часто многие спрашивают вот приезжают люди а кто чем занимается интересно вот у этого человека своя юридическая фирма по оформлению документов по недвижимости и также помощи по недвижимости ну есть транспортная компания если кому-то интересно ссылочки на него оставляю в описании в качестве благодарности ему как вы можете заметить у киев сразу идет штатно газоупор но нам интересно не только это друзья что здесь говорить нам нужно отправляться нашу финишную прямую и проверить кто же из них первый вы тем временем можете сделать ставку нажмите стоп и напишите в комментариях кто по вашему мнению будет первый знакомое все место в представлении не нуждается тем не менее отмечаю еще раз друзья у нас на первом месте всегда стоит безопасность мы выжидаем конец рабочего дня когда все разъезжаются по домам соответственно мы пропускаем поток смотрим по зеркалам и только потом мы здесь разгоняемся многие отмечают то что висит камера ребята вот она висит камера здесь пока мы стартанем пока мы уедем когда уже 60 70 80 мы уже далеко далеко уезжаем поэтому штрафов нам не приходит мы следим за дорогой поэтому не переживайте на первом месте еще раз говорю безопасность что мы имеем сейчас два автомобиля у оптима половина бака 95 бензина у меня чуть больше половины бака 98 бензина водные данные следующие я и оптима отключаем курсовую устойчивость делаем это ну чтобы все было честно на улице как вы видите сухая погода сегодня воздух примерно 26 градусов то есть состояние погоды идеальная в общем то сейчас мы проверим сделаем три заезда и первый начинается прямо сейчас готов так стартуем и вместе у стартанули честно вот смотрите 100 держу я оптима 24 я поехал вот вы просто представьте что было бы если бы это было бы не два и четыре а два литра вот мы с ней идем вровень вот тупо вровень идем все он отормаживается но мы реально шли вровень ну согласитесь интересно и это я вам подчеркиваю mazda 2 литра 150 сил все по-честному давайте сейчас в обратную сторону попробуем ходу с 50 мы стартанули из 50 45 но все чё ну друзья все делаем по-честному сейчас конечно еще сделаем заезде просто смотрите мало ли кто-то скажет блин что-то нечестно вы сами видели у него отключена курсовая устойчивость он также нажимает педаль в пол у него коробка автомат никакая не механика он нас не может догнать как бы он приближается за вами у нас сильно не теряет но не так чтобы знаешь он там ехал прям вот за нами там нос к носу в ту сторону мы еще ехали вот вровень поэтому интересненько интересненько что будет дальше сейчас проверим сейчас мы стартуем непосредственно со спорт режимом останавливаемся раз-два-три так чуть-чуть вот у меня ну как обычно блин автомат маленько тупит но вот смотрите второй раз 120 мы уже едем в горочку и вот сейчас смотрите самое интересное начинается с горочки ну и все смотри за счет того что маза легче мы просто начинаем потихонечку улетать ну все 190 ситуация следующая со спорт режима мы с 60 будем сейчас стартовать вот у нас подгоняет держу 60 раз два три вот сейчас я просто не проспал и нормально нажал в пол вот вам пожалуйста 2 и 4 оптима я сейчас просто давлю прям так тоже на крышке не кого-то и в таблю педаль в пол 160 все уже делать сейчас будем 3 заезд остановился пообщаться с владельцем он немножко удивлен всегда все удивляются наверняка кто-то из вас напишет то что что-то здесь не так друзья все кто хотят заехать без проблем приглашаю московскую область город ступина вот этот участок здесь находится в будние дни приезжайте предложение делать адекватно то некоторые пишут у меня октаве 18 механика стейдж 2 ну блин это не серьезно это не серьезно а вот например конкурент это само собой значит сейчас мы делаем третий финальный заезд с ноля также будем пробовать со спорт режима ну и соответственно поедем подводить итоги кондиционеры выключены в машинах жарище вообще жуткая так сейчас главное не просрать так вот стоим все раз два три вот мне кажется сейчас я не просрал вот видишь варень вот здесь он чуть-чуть пытается уходить да и вот после 100 вот сейчас 110 все я его начинаю нагонять а сейчас за счет того что впереди и вовсе будет корочка то есть в горочку сейчас поднялись и вот мы начинаем сейчас горочки спускаться все саре держится смотри-ка держится это глянь да глянь вот сейчас блин да интересно было потому что впереди фуры просто едет вот здесь конечно могло бы быть все иначе он маленько прям начал так вперед вырываться опять же интересно почему два раза он не вырывался никак она третий раз вырвался интересно ребята время делать выводы волк сегодня был хорош ну радует радует волк знаешь надо удивляет вот честное слово до последнего момента я не думал то что то он так настолько хорошо поедет для меня я думал то что оптима будет уходить вперед но мы ее будем держать мы будем догонять но все-таки 180 сил 231 крутящий момент я прекрасно подозреваю прям понимать даже чувствую я бы сказал что кто-то уже пишет комментарий надо заехать с последней оптимой с текущей не вопрос приезжайте сделаем заезд друзья выводы делать здесь только вам я считаю то что заезд был дружески интересный многие получили наверняка удовольствие кто-то понял теперь как едет mazda все-таки 2 литра ни в коем случае нельзя меня считать mazda дрочером потому что как я уже вам говорил я бы с удовольствием стал бы бмв дрочером porsche panamera дрочером mercedes amg 63 дрочером и так далее ссылочки на владельца оставляю в описании кому интересны его услуги кто готов помочь мне на 8 августа также оставляю все ссылки со мной в описании обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала там всегда выходят только свежие новости так например на этой неделе мы снимем видеоролик про историю с тигуаном чем она закончилась друзья на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте дизлайки у меня на этом все до новых встреч всем пока пока пока